Защита общественных дел и интересов Сурат Рапи за аят 2 Я свидетельствую, что не божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого нет товарища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада и его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, Ислам построил реальное государство, установил его опоры и обеспечил его факторы, а также призвал его защищать и оберегать. Ислам считает защиту общественных интересов и заботу об общественных делах общей обязанностью всех членов сообщества. Чем больше осведомленности членов сообщества по поводу важности и актуальности общественных вопросов, тем больше бывают сотрудничества, солидарность и взаимозависимость, имеющие целью сохранить его. Итак, сообщество становится одним изданием и единим телом, имеющим одно и то же ощущение. В связи с этим, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и префедствует, сказал, «Поистине, в отношениях друг с другом верующие подобны зданию, отдельные части которого укрепляют друг друга». Сказав это, он переплел пальцы своих рук. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, тоже изрек свои любви, милосердия и сочувствия по отношению друг к другу, верующие подобны единому телу. Когда одно из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонностью и горячкой. Несомненно, одним из наиболее важных элементов защиты общественных дел является преобладание широкого общественного интереса, который выгоден всем людям над узким частным интересом, который выгоден только своим владельцам. Это помогает человеческой душе избавиться от эгоизма, так как общественный интерес включает в себя все, что обеспечивает создание жизни для всего общества, в том числе материальную и моральную стороны, имеющие целью приносить добро и пользу людям, отводить от них зло и мерзость и обеспечивать оборону, стабильность и территориальную целостность Родины. Нет никаких сомнений в том, что достижение блага нации и всего общества – это то, что требуется фикхам приоритетов. Священный Коран подтвердил, что сохранение общественных интересов и преобладание их над частными интересами является подходом всех посланников и пророков. Ведь всемогущий Аллах не спасла ни пророка, ни посланника, кроме как для содействия, достижения счастья и добра для человечества, без финансовой компенсации или мерзкой выгоды. Аллах всемогущий и достославный на языке своего посланника Ноя, мир ему, сказал Аминаруд, я не прошу вас за это богатство, «Ибо вознаградит меня один лишь Аллах, и я не стану прогонять тех, которые уверовали, ибо они собираются встретиться со своим Господом, а вас я считаю людьми невежественными». Сураход, аят 28-29 Аллах всевышний на языке своего посланника, Хода, мир ему, также сказал «Я ковми ла асээлюкум алихи аджира, ин аджирия илла аля ладзи фатурани, афала та'килун». Амой народ, я не прошу вас за это награды, «Ибо вознаградит меня тот, кто создал меня». Неужели вы не разумеете?» Сураход, аят 51 Аллах всевышний на языке своего посланника Шуайба, мир ему, также сказал «Ин уриду илля ла ислаха мастата'ату, ва ма тавфиقي илля билля, алихи таваккальту, ва илляхи уныиб». «Я хочу лишь исправить то, что в моих силах помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь». Сураход, аят 28-28 Истинный исламский шариат неспослан в соответствии с разумом и соразмерно ему, поэтому он побуждает всегда совершать вещи, способные отвечать общественным интересам всего населения, включая удовлетворение необходимых потребностей сообщества на основании понимания действительности. Так, если обществу больше всего нужно строить и оснащать больницы для лечения и ухода за бедными, то этому вопросу необходимо отдавать приоритет. А если обществу больше всего нужно создание и обслуживание школ и институтов, а также обеспечение учащихся, то этому вопросу необходимо отдавать приоритет. А если актуальность состоит в том, чтобы облегчить брак неимущих, расплатиться с долгами и развеять беды чрезмерно должников, то этому вопросу необходимо отдавать приоритет. Ведь удовлетворение потребностей людей и выполнение требований их жизни относится к шариатским и национальным обязанностям. Пророк, мир ему, благословение Аллаха, также сказал, Пророк, мир ему, благословение Аллаха, сказал, «Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная о том и что, рядом с ним находится голодный сосед. Кроме этого, необходимо защищать государственное имущество, которое является общей собственностью всех граждан. Причем государственное имущество иметь степень неприкосновенности больше, чем частное, ввиду того, что с ним связано мужество прав и собственников. Поэтому Ислам предостерегает от причинения вреда, кражи или незаконного присвоения государственного имущества». Аллах, слава ему и величия, сказал, «Ва мэй яглу ль-я'тибима галля яума л-киямати суммату ваффа кулу нафсим маа касябат ва хум ла юзламун». «Тот, кто незаконно присваивает себе что-либо, придет в день воскресения с тем, что он присвоил, затем каждая душа сполна получит то, что она заработала, и с ними не поступит несправедливо». Сора семейства им рана, аят 161. «Так, государственные деньги являются собственностью всего населения, а не собственностью определенной группы людей. И те, кто несет за них ответственность, должны выполнять возложенные на них обязанности, храняя, собирая и тратя их на нуждающихся людей. Поэтому никому не дозволено напасть на государственные деньги или забрать то, чего он не заслуживает. Потому что это считается предательством, несправедливостью и незаконным присвоением чужого имущества». Ислам также распорядился о сохранении объектов общественного ползования, таких как места отправления религиозных обрядов, школы, больницы, парки и тому подобное. «Ибо они являются достоянием всех и приносят ползу всем». Ислам также гораздо сильно предупреждает о нападении, посвятоествии или повреждении их каким-либо образом. «Аллах Всемогущ у них велик изрек «Валя туфсиду фил арди ба'да иуслахиха» и не распространяйте нечисто на земле, после того, как на ней наведим порядок». Соропреграды, аят 85. Итак, у некоторых людей не должно быть иллюзий, что они могут использовать общественное имущество так, как хотят, под предлогом, что у них есть общее право на него. Это есть неправильное понимание. Мы должны сохранять, защищать и развивать объекты общественного ползования, потому что они не предназначены для личности без другой или конкретной группы без другой в определенное время. Это для нас всех и для будущих поколений. Необходимо и воздавать дороги, должные, соблюдая ее права. Однажды пророк, да благословите его Аллах и приветствуется, сказал, «Ни в коем случае не следует вам сидеть на дорогах». Люди сказали, «А посланник Аллаха, но мы обязательно должны собираться, ведь там мы беседуем друг с другом». Тогда посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Если уж вам непременно нужно собираться там, то, по крайней мере, воздавайте дороги, должные». Люди спросили, «А что значит воздавать должные дороги у посланника Аллаха?» Он ответил, «Это значит потупли от взоры, никому не причинят вреда, отвечать на приветствие, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого». Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, также сказал, «Вера включает в себя более шести десяти или семидесяти ответвлений, высшим из которых является произнесение слов нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха, ла иляха илля Аллах, а наименьшим устранение с пути того, что наносит вред людям и стыдливость одной из ответвлений веры. Более того, должно исполнять национальную военную службу, так как она является одной из важнейших обязанностей человека по отношению к своей религии и родине, что свидетельствует о его лояльности к своей стране и искренней принадлежности и настоящей любви к ней. Ведь положение родины и чести в душе мусульманина не менее, чем его жизнь, религия или имущество. Военная служба искренне прививает к гражданину значение мужества и великодушия и благородные ценности, к которым призывает наша чистая исламская религия. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, двух глаз не коснется огонь. Глаза, плакавшего от страха перед Аллахом и того глаза, который провел ночь на страже на пути Аллаха. Необходимо и соблюдать все договоры и соглашения, которые государство заключило с другими государствами, внешними организациями и учреждениями. Итак, любая фетва, либо богословское, интеллектуальное или религиозное действие должны быть институциональными, за которыми наблюдают представители власти. При этом необходимо принимать во внимание всесоциальные, национальные и международные обстоятельства, связанные с рассматриваемым вопросом, чтобы не выдавать некоторые поспешные индивидуальные мнения и взгляды по государственным делам, таким образом, что может противоречить действительности или международным законам, договорам и конвенциям. Всемогущий приказал нам выполнить любые обязательства, сказав, «Я айюха лавина амену ауфу блякуд», «А те, которые уверовали, будьте верны обязательствам». Суратрапеза, аят 1. Этот священный аят в целом указывает на любые контракты, договоры и обязательства, которые человек заключает с другими. В этой связи пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, поведал, мусульмане оберегают свои условия, кроме условия, которые дозволяют запретные или запрещают дозволенные. А также после Худайбинского перемирия, когда мусульмане вернулись в Медину, один человек по имени Абу Бусайр, приняв ислам, сбежал от курайшитов и ввелся в Медину. Вслед за ним, язычники прислали к пророку, да благословить его Аллах и приветствует, двух человек с требованием вернуть его. Пророк, да благословить его Аллах и приветствует, в соответствии с договором, вернул посланцам Абу Бусайра. Пророк Мухаммад так сделал, чтобы соблюдать договор, заключенный с курайшитами, хотя этот сподвижник мог бы подвергнуться вреду. Это указывает на строгое соблюдение завета и преимущество общественного интереса. Разговор об общественных делах без сознания или понимания имеет свои опасности, которые подрывают структуры и опоры государства. Это потому, что такой разговор нарушает безопасность и стабильность Родины и делает из них предметом насмешек, в результате чего происходит много шума и говорит тот, кто не знает о том, чего он не знает. В то время как есть много лиц, которые сеют ложные слухи, стремятся распространить нечестие на земле и отказывают от всякого исправления. Причем, сымогуши Аллах нам повели и лабратиться с делами к специалистам. Священам карани говорится Когда до них доходит известие об безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы им милости и милосердия Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за сатаной. Суроженщины, аят 83. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение печатей всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня, а мои братья в исламе. Концепция общественных дел выходит за рамки ограниченных интересов личности, касаясь интересов всего народа. По этой причине за общественные дела ответственности не несут простые люди, а специалисты, которые осознают ценности возложенных на них задач в связи с национальной безопасностью, жизнью и интересами населения, богатством родины, ее региональным и международным положением, политическими, социальными и научными делами, вопросами безопасности и так далее. Причем ученые согласны, что муджи-тахид, то есть исламский богослов, обладающий способностями и правом выносить ветви по важным вопросам религии и мусульманского права, опираясь исключительно на коронические аяты и достоверные хадисы пророка Мухаммада. Ученые согласны, что муджи-тахид, если приложил усилие, вынес решение и оно оказалось правильным, ему полагается двойная награда, а если он приложил усилие, вынес решение и ошибся, ему полагается одна награда. Одновременно, лицо, которое занимается и джитхадом, без крепких надежных знаний, если приложил усилие, вынес решение и оно оказалось правильным, понесет один грех из-за того, что он осмелится таково отходиться и выносит ветви по невежеству. А если он приложил усилия, вынес решение и ошибся, понесет два греха, один из-за того, что он ошибся, а другой из-за того, что он осмелится таково отходиться и выносит ветви по невежеству. Вот почему ислам крайне озабочен оказанием почета ученым и специалистам. Всевышний Аллах говорит Если вы не знаете, то спросите обладателей напоминания. Сурабчаоли, аят 43. Тут обладателями напоминания являются ученые и компетентные люди во всех сферах, каждый по своей специальности, который обладает. Следовательно, было запрещено поспешно выносить ветви без крепкого знания или шариатского основания. Всемогущий Аллах сказал Кто же несправедливый? Того, кто возводит на Аллаха навет, чтобы ввести людей в заблуждение безо всякого знания. Воистину, Аллах не ведет прямым путем беззаконников. Сураскот, аят 144. Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, тоже сказал Кто дает ветву без знания, тот понесет на себе бремя греха того, кому он ее дал. Великие сподвижники и последователи, да будет доволен Аллах и мы всеми, старались избегать дать ветву, зная о ее серьезности. Ведь, да бубакр, да будет доволен им Аллах, говорил Какая земля будет меня носить, какое небо будет покрывать меня тенью, если я скажу о Коране, то чего не знаю. А когда люди спросили, а шаби да смелствуется над ним Аллах о каком-то вопросе, он ответил, я хорошо его не знаю. Тогда люди ему сказали, мы ощущаем чувство стыда за тебя. В ответе ему шаби сказал, но ангели не стеснялись, когда сказали, мы знаем только то, чему ты научил нас. Суракорова, аят 32. Многие люди могут недооценивать то, о чем они говорят, что пишут или чем делятся на страницах социальных сетей. Некоторые люди могут даже рассматривать это как форму развлечения. Они не осознают, что распространение слухов среди людей является одним из средств разрушения, используемых людьми лжи в их борьбе против людей истины. Итак, община единого тела становится сомневаться друг в друге и предавать друг друга. В этой связи пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, достаточно для человека лжи, если он рассказывает все, что услышит. Таким образом, если грех происходит, когда человек говорит все, что слышит, в то время, как это влечет за собой наказание в будущей жизни, то, что будет с человеком, который ложный и клеветнический перерассказывает о чем-то, чего он никогда не видел, не слышал и не знал. Сообщается, что посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине, иногда человек говорит нечто, вызывающее такой гнев Всевышнего Аллаха, что не может даже и представить себе, каких пределов достигают его слова, за которые Аллах записывает его, как одного из тех, на кого он будет гневаться до самого дня воскрешения». Итак, требуется осторожность, внимательность и осмотрительность, а также стоит не вдаваться в то, чего мы не знаем, и избегать ответвий без знания. Священный Аллах приказал нам утвердиться, не идти за девесантами и проверить все вести, которые приходят к нам. Аллах всемогущий и достославный говорит, «Я, айюха, ладзина, аману, ин, джа, акум, фасикум, бинаба, ин, фатабайяну, ан, тусыбу, кавмам, биджахала, фатусбиху, аля ма фаальтум, надимин». А те, которые уверовали, если нечестивец принесет вам въезд, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном». Сурокомнат и Айя Чест Нам необходимо понимать ценность общественных дел, дать преимущество общественным интересам и осознавать опасности, которые нас окружают, и тупики, которые предназначены для нас, чтобы в них зайти так, как сделали другие. Давайте лишить врагов религий и наций таких возможностей и доказать, что мы объединены вокруг истины, чтобы не впадать в интриги наших противников. Давайте распространять доверие между нами и сотрудничать во всех видах добра, что может приносить свои плоды всем людям. Аллах, помоги нам выполнить наши обязанности перед нашей Родиной, сделай наш дорогой Египет и все страны мира безопасными, щедрыми и просветающими.